Всем привет, с вами Стас и сегодня я покажу вам способ сделать sidechain, а я напоминаю, что на местном наречии это значит выделение одного инструмента относительно другого. Так вот, я покажу вам способ сделать sidechain, который звучит чуть более аккуратно, чем то, что я показывал до этого на этом канале. Я думаю, что даже опытные битмейкеры смогут капельку полезной информации вынести из этого видео. И как обычно напоминаю, CloudRap 1.2 недавно обновленный курс. Чтобы заказать, напиши мне ссылку в описании и подробнее в конце видео. Сначала сделаем традиционный для меня sidechain с помощью фрутибаланса. Для этого нам нужно на канал kick повесить пик контроллер, бейс выставить на 80%, а volume на минус 40, минус 30 все равно корректировать. Идем на канал с мелодией, вешаем на него фрутибаланс, жмем правой кнопкой мыши на volume, выбираем link to controller, в выпадающем меню выбираем канал kick и пункт to pick. И обратите внимание, что обязательно нужно выключить remove conflicts вот эту кнопочку, чтобы вы могли с одного пик контроллера делать посылы на несколько плагинов. После некоторых манипуляций с настройкой volume и decay мы получаем более или менее пригодное звучание. Это был привычный, традиционный способ sidechain, который я показывал вам уже тысячу раз, а теперь я дам вам просто грааль битмейкинга. На самом деле нет, просто другой способ, который звучит чуть более чисто, чуть более аккуратно и не будет кастрировать ваши инструменты при правильной настройке, конечно же. Для второго способа нам понадобится тот же самый пик контроллер на канале с тиком, но в нем мы уже настраиваем бейс на 50%, а volume примерно так же, как и в прошлый раз. И на канал с мелодией вешаем уже не фрутибаланс, а параметрик EQ2. Жмем правой кнопкой мышки на регулятор громкости крайнего левого бенда. Но не нужно путать ручку громкости крайнего левого бенда, вот она с ручкой общей громкости, они находятся рядом, но это разные ручки. Так вот, жмем на регулятор громкости крайнего левого бенда и выбираем link to controller и выбираем тоже пик от пик контроллера, но уже следующий. Короче говоря, это создание активной частотной ямы, иначе говоря, динамическая sidechain эквализация. Если я ошибаюсь в названии, то можете поправить меня в комментариях. И один из важнейших плюсов этого способа это гибкая настройка этой самой частотной ямы. То есть sidechain полос мы можем делать шире или уже, круче или наоборот плавнее. Теперь я предлагаю вам сравнить все три варианта звучания, а именно звучание вообще без sidechain, sidechain с помощью фрутибаланса и sidechain с помощью параметрика. И позже в комментах вы можете написать, какой вам понравился больше всех и слышите ли вы разницу вообще. Да, разница не супер большая, но по-моему она есть. И вариант с параметриком звучит значительно более аккуратно, чем вариант с противобалансом. Да, я знаю, в 158 раз за видео повторяю слово аккуратно. И ведь это не единственный способ применения такой вот динамической эквализации, потому что вы точно таким же образом можете выделить свой бас. Но не стоит забывать, что с басом нужно быть особенно осторожным, потому что если вы сделаете такую частотную яму для слишком длинного баса и отпилите слишком много низких частот, то таким образом вы просто кастрируете свою мелодию, это будет звучать ужасно. Процедура практически такая же, что и с киком, только я еще создам групповой канал кика и баса и уже с него сделаю sidechain на параметрик, находящийся на канале мелодии. Звучит это действительно интересно. Давайте сравним вариант с sidechain и без. Вот такая мелкая, но интересная фишка у нас сегодня была. Если было полезно, то ставь лайк и поделись этим видео в своих соцсетях, это мне очень сильно поможет. Ну и как обычно напоминаю, Клаудрэп 1.2 недавно обновленный видеокурс из трех частей по Клауду, по Трилу, по Трэпу, все три части от А до Я, со сведением, с мастер-обработкой, с написанием, со всей фигней. К курсу приложены все материалы, все ссылки и видеокурс для начинающих. Так что даже если ты вчера открыл FL Studio, мой видеокурс тебе поможет. Он стоит 3290 рублей. Чтобы заказать его, напиши мне, ссылка на мне в описании. Напиши мне прямо сейчас, закажи видеокурс. И на этом у меня все. Лайк, дизлайк и посмотри обязательно другие видео на моем канале, они не менее, а то и более интересны. И подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. И обязательно шарахни по колокольчику, чтобы получать все уведомления о моих новых видео и о моих стримах. На этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.